шалом взято от корня шалам что означает быть целостным умом телом или состоянием оно говорит о завершенности полноте шалом значит мир благоденствие благосостояние здоровье безопасность дружелюбие когда первые люди согрешили они впервые испытали такие чувства как страх стыд тревогу смятения потому что вместе с грехом лишились божьего мира их сердце больше не было в шаломе но когда пришел иисус он сказал мир оставляю вам мир мой даю вам не так как мир дает я даю вам да не смущается сердце ваше и да не устрашается это очень важно иисус аннулировал первопричину потери душевного покоя когда взял все грехи на себя вы больше не должны страдать от панических атак посттравматического стресса депрессии страхов и прочих недомоганий связанных с отсутствием мира в сердце если мы посмотрим на буквы слова шалом то увидим такую картину пастырь разрушил власть хаоса гвоздем и кровью это естественно указывает на ишула который был распят гвоздями и кровью своей искупил нас из власти тьмы и хаоса тем самым подарив нам истинный шалом мир который дает иисус не зависит от того что происходит вокруг поэтому назван превосходящим всякое понимание или простыми словами он нелогичен и непонятен обычному человеку иисус предлагает нам тот самый шалом который был в его сердце когда он спокойно спал в лодке во время шторма а все остальные паниковали и боялись очень важно чтобы сердце не содрогнулась независимо от происходящего ведь чтобы не потонуть корабль должен остаться сухим внутри поэтому сказано больше всего хранимого храни сердце твое потому что из него источники жизни не тревожьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред богом и мир божий шалом который превыше всякого понимания соблюдет сердца ваши и помышления ваши во христе иисусе шалом